Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Какашибызы и меня зовут Анна Мария. Сегодня я расскажу вам об еще одной интересной книжке, которую я прочитала совсем недавно. Книжка эта на английском языке, даже хотела сначала делать обзор на английском языке, но потом поленилась. Так что простите, англоязычные друзья, не узнаете вы от меня ничего об этой книжке на английском. Но, с другой стороны, буду рассказывать на русском для того, чтобы больше людей поняло, что это за книжка. Книга называется The Whale of Tears, что переводится как Долина слез, и написал ее Раби Пинхас Гиршпрунг. Для начала расскажу, как эта книга попала ко мне в руки. Я подала заявку на один очень интересный семинар, который проводит ежегодно United States Holocaust Memorial Museum. И в рамках этого семинара посвящен религии Холокосту, рассмотрению темы религии Холокоста. И в рамках этого семинара для участников было предложено огромное количество литературы, которую нужно было прочитать, и в том числе вот эта книга. Предполагалось, что мы прочитаем ее полностью, как, собственно говоря, я и сделал. И самое интересное, что это единственная книга, которую рассылали всем участникам. Все остальные материалы были, как обычно, как мы привыкли в электронном формате, а эту прям прислали. Я долго еще бегала на Укрпочту, узнавала, как у них там, как долго идут посылочки из Америки. В общем, где-то в середине декабря она таки до меня дошла. Я была безумно этому рада, потому что, ну, как бы по-другому ее получить никак невозможно. Интересно, что издает эту книгу и многие другие книги. Это целая серия книг, мемуаров про Вторую мировую войну, написанная евреями, которые пережили холокост. И издает это Azraeli Foundation. Это такой канадский фонд, в котором уже издано более 20 книг. Есть отдельный сайт, на котором можно посмотреть всю эту литературу. И они рассылают эти книжки бесплатно. То есть, если им написать, я думаю, что и в Украину точно также они могут прислать эти книжки бесплатно для того, чтобы... Их целью является то, чтобы показать людям, познакомить их вот с этой огромным пластом литературы, на самом деле, мемуаристики, которая недоступна была раньше читателям на других языках. Хотя у них есть разные. У них есть и на французском, и на английском. Изначально Раби Ихиршпрунг написал эту книжку на идыш, и она была переведена, собственно говоря, с идыша на английский язык, издана в 2018 году. Ну, издание, как вы видите, как бы очень хорошенькое такое, да, красивенькое. Тут есть прекрасная белая бумага, все как бы хорошо. Есть несколько карт, причем карта как и на форзации, так и внутри. Зачем тут нужны карты? Потому что, собственно говоря, история идет о том, как Раби Ихиршпрунг бежал из военной Польши. Да, я сейчас немножко дальше расскажу, собственно говоря, немножко его жизни будет понятно, но вот эти карты как бы помогают нам понять, собственно говоря, вот эту Восточную Европу, а для человека, на которого рассчитана эта книга, да, то есть на канадцев и американцев, конечно же, это достаточно далекие страны непонятные. А еще тут есть фотографии, есть в конце целый блок фотографий, в которых мы видим молодого, среднего возраста пожилого Раби Ихиршпрунга. А еще тут есть несколько предисловий, которые помогают нам понять контекст создания, написания этой книги, контекст перевода этой книги, и даже есть глоссарии еврейских терминов, то есть, причем достаточно, как это, подробное описание, что же говорят тут, что это за люди, которые встречаются в этой книге, еврейские всякие символы и так далее, и так далее. Так, теперь, собственно говоря, о самом авторе этой книжки. Раби Ихиршпрунг родился в 1912 году в Дукле. Это маленький штеттл еврейский, который находится в современной Польше, и, собственно говоря, там он и прожил свою жизнь до начала Второй мировой войны. У него был очень известный дедушка, местный раввин тоже, который был очень популярным, пользовался большим уважением еврейской общины, и не только. И, соответственно, его внук, да, Раби Ихиршпрунг, сам уже, он тоже, как бы, так сказать, пользовался этим уважением. Его семья, в общем, была очень уважаемой в этом маленьком городке. И когда в 1939 году захватили Польшу нацисты, то, понятное дело, что еврейская община оказалась в ужасающем состоянии. И Раби Ихиршпрунг долго думал, да, чтобы ему сделать, и в конечном итоге принял решение бежать в Вильнюс. Почему в Вильнюс? Потому что на тот момент Литва получила независимость, и там как бы процветала еврейская жизнь, да. Вы знаете, что Вильнюс, Вильнюс это место, где жил известнейший Гаон Виленский, и, в общем, там после него еще куча была известных людей. И все говорили о том, что вот Вильнюс это такой европейский Иерусалим, да, и любой еврей верующий должен, значит, если у него какие-то там проблемы или что, он может прийти в Вильнюс, и там как бы помогут, и все будет хорошо. И вот, собственно говоря, книжка рассказывает нам о том, как Раби Дукла, Раби Ихиршпрун, как он, ну, нелегальным способом, он через несколько стран добирался, собственно говоря, до Вильнюса. Но на Вильнюсе история не закончилась. То есть он посетил через территорию современной Украины, там Луцк, Львов, Луцк, потом через территорию Белоруссии, то, что было на тот момент уже Советским Союзом. Значит, он добрался до Вильнюса, но в Вильнюсе его приключения не закончились, потому что недолго пожив в Вильнюсе, кстати, организовав там Люблинскую ешиву, он сам был учеником этой Люблинской ешивы, и он, значит, как бы помогал нелегально переходить границу другим студентам этой ешивы, которые тоже бежали в Вильнюс. И в конечном итоге их там оказалось около ста человек, и они организовали вот ешиву, которая работала некоторое время. Он ездил по, вот это меня тоже поразило, он ездил по маленьким штатлам Литвы и собирал деньги, фандрейзал деньги для развития этой еврейской ешивы. И насобирал на самом деле достаточно большое количество денег, потому что он подчеркивает очень четко в этой книге о том, что вот литовские евреи были особенно набожными, ну, потому что понятно, что для образования и на изучение Торы нужно выделять деньги, соответственно, они не скупились и жертвовали от всей души. И в какой-то момент стало понятным, что Литва тоже будет захвачена, и, соответственно, как бы встал вопрос, а что же делать дальше. И раби Хиршпрун принимает решение вместе с другими своими коллегами, раввинами, принимает решение перевести всех студентов этой ешивы в Японию. На тот момент был такой человек, консул японский, который, ну, как бы раздавал визы направо и налево, если можно так сказать, да, особенно евреям, и он потом был признан праведником народов мира. Я не помню, честно говоря, его имя, оно тут есть. И он, собственно говоря, позаботился о том, что около ста с лишним виз было выдано для того, чтобы эти студенты ешивы могли добраться до Японии. Ну, естественно, какой путь из Вильнюса в Японию, да, через Советский Союз, опять-таки, через Север даже. Ну, на самом деле, Севера тут описано мало, как бы, да, тут в основном идет речь о жизни в Дукле, да, о приходе нацистов, потом о перипетиях, связанных с тем, чтобы добраться до Вильна. Достаточно подробно рассказано о Вильна, и уже дальше так очень бегло, как бы, автор пишет о том, как он, значит, перебрался, в конце концов, до Японии. И на этом, собственно говоря, книжка заканчивается, но жизнь Раби Хиршпуна, слава богу, на этом не закончилась. И после Японии, это было не последнее место, где он остановился, он переезжает в Монреаль, Канада. И вот, собственно говоря, дальше он продолжает и живет со своей жизнью уже в Монреале, Канады. Он организовал там женскую школу, школу для девочек, Бейт Яков называется, которую он очень сильно курировал, как бы, беспокоился о ней. Он стал очень известным раввином, он сначала был просто раввином синагоги, а затем стал раввином всей, главным раввином Монреаля. Ну и дальше, значит, как бы, вел такую обычную жизнь для уважаемого человека в еврейской общине, да, помогал многим людям. Есть свидетельства о том, как он помогал многим людям. И, в принципе, в этой книжке тоже рассказывается о том, как он, например, одной женщине, когда он получил буханку хлеба, которую он там ждал целые сутки, и к нему подошла польская женщина, у которой не было денег, и он ей половину этой, значит, буханки, как бы, отдал, да. То есть понятно, что человек, несмотря на такую тяжелую ситуацию, в которой находился сам, да, он все равно продолжал помогать другим людям. На самом деле, эта книга, наверное, тут много есть тем таких, о которых можно говорить, да, но, наверное, центральную, которую я бы выделила, это как раз тема того, как вера и как религия помогает человеку пережить тяжелые времена, да. Поскольку он был религиозным евреем, то, естественно, все его... Он очень описывает вот, как бы, свои состояния, да, например, о том, как нацисты не разрешали там праздновать праздники, как он прятался и продолжал праздновать праздники, о том, как он не смог, например, в одном доме поесть, хотя он там не ел несколько дней, потому что ему предложили некошерную еду, и он не мог, как бы, ее съесть. О том, что, несмотря на дикие унижения, которые он пережил, и над издевательства, которые над евреями делали, совершали нацисты, он, зная о том, что... думая, точнее, о самоубийстве, да, но зная, что это грех в еврейской традиции, не совершил его в конечном итоге, да, и принес обществу много полезного. Кроме мотива о терапевтической, если можно так сказать, функции религии, да, мы можем найти здесь еще несколько интересных таких моментов, которые лично привлекли мое внимание. Ну, во-первых, это, как описывает Раби и Хиршпрунг, поляков и евреев, которые... ой, сори, поляков и украинцев, которые, как бы, называются в научной литературе bystanders, да, то есть те, кто стояли, как бы, и не принимали активного участия в, с одной стороны, издевательствах над евреями, с другой стороны, в помощи евреям. И здесь есть несколько эпизодов, очень удивительных, один из которых я не буду рассказывать вам на видео, потому что его лучше прочитать, пересказать достаточно его тяжело, но он достаточно забавный. Но здесь несколько раз встречаются истории о том, как поляки и украинцы грабили магазины еврейские, не по своей... ну, как бы, не то, чтобы не по своей воле, а по приказу нацистов, фактически, да, то есть нацисты издали указ, что вот в Дукле, например, что можно заходить в еврейские магазины и брать все без денег. Ну, собственно говоря, чем воспользовалось местное население. С другой стороны, Раби Гиршпрунг также пишет и о католическом священнике, который был главным в Дукле. Его фамилия была Типрович, и он очень хорошо о нем и тепло отзывается, потому что еврейская община, как бы, была в приятных, нормальных взаимоотношениях с католической общиной до войны, фактически. И он говорит о том, что вот, например, один погром такой удалось как раз остановить этому священнику, потому что он вышел к людям и сказал, что это не по-христиански, грабить никого нельзя, даже если нацисты это разрешают, это непозволительно. И, соответственно, он, собственно говоря, успокоил людей, которые не остановились и перестали делать то, что они делали до этого. Еще интересная история здесь есть о... Вот, например, то, что я не знала, да, о том, что была целая династия раввинов-киселевых в Латвии. По-моему, удивительный факт. Ну и еще одно тоже такое необычное явление, которое я даже не знала о его существовании до прочтения этой книги, это такое понятие, как религиозный коммунист. И вот если вы знаете, у нас еще есть телеграм-канал «Какашибызы», я кину ссылочку на него в комментариях к этому видео, где я печатаю интересные цитаты из книги. Вот последние там 7 или 8 цитат были как раз из этой книги, и там есть вот объяснение самого автора, что такое религиозный коммунист, его представление. То есть это человек, который не отрицает, как бы, правильность идей социализма, он даже поддерживает их, я об этом Рабе Гиршпунг говорил тут, описано несколько его бесед с старым раввином в синагоге и с солдатами советскими, которым, кстати, он очень сильно симпатизирует, потому что, в отличие от немецких солдат, они достаточно пристойно относились к нему, когда, значит, встречал он их во время своих этих скитаний. Так вот, он говорит о том, что религиозный коммунист – это человек, который понимает и ценит, значит, идеи социализма и считает, что они правильные, что они направлены на справедливость, на справедливые вещи, но при этом он хочет оставаться религиозным и отдыхать в шаббат. Интересно, что нигде раньше я вот этого словосочетания «религиозный коммунист» на самом деле не встречала, кроме как в этой книге, и здесь об этом говорится несколько раз, и старый раввин, сын которого стал комсомольцем в одной синагоге, где они встретились, он ему говорит о том, что это утопия, невозможно быть религиозным коммунистом, потому что коммунисты не дадут тебе исповедовать никакую религию. Вот такая вот история. В любом случае, книга удивительная, да, удивительная по своему содержанию и из-за автора, который ее написал. И здесь, вот здесь, там, где фотографии, и еще есть несколько видео на ютубе про жизнедеятельность Раби Гиршпрунга, который скончался в 98-м году, показано, что он постоянно улыбался, да, и это так приятно, что человек, который пережил достаточно много во время Холокоста, он не видел, по крайней мере, он не описывает в книге массовые расстрелы евреев, но вся его семья, его бабушки, дедушки, родители и сестра, они все погибли во время Холокоста. И, несмотря на это, на всех фотографиях, которые были уже после сняты, он всегда в большинстве случаев улыбается, и видно, что человек достаточно добродушный, простой, ну, насколько я понимаю, очень умный был. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, читайте интересные книжки, в них всегда можно найти много удивительного и интересного. Продолжение следует...